Приветствую вас. Я бы не хотел, честно говоря, уходить в терминологические споры и терминологические выяснения по данному вашему вопросу, потому что мне кажется, что ничего хорошего из этого не будет. На мой взгляд, у вас прослеживается, вот с моей точки зрения, у вас прослеживается такая, ну, как сказать, это была цепочка. Такая модель. Начинаете вы с того, что у вас появляется к человеку чувство, вот, начинается с того, что у вас появляется к человеку чувство. Вы идете с человеком на сближение, что, кстати, абсолютно нормально, вот, и, ну, вполне адекватно. Вот. А дальше, ну, сейчас мы будем начинать искривать раздражение. Как вы говорите, на какие-то определенные, ну, проявления. Проявления. И из-за этого проблема. Вы знаете, на мой взгляд, раздражение, то, что мы можем злиться на близких нам людей, это ни в коем случае не что-то плохо-плохо. Я уверен, что вообще-то это хорошо, потому что злость позволяет нам выставлять личные границы между нами и другими людьми. Таким образом, отделяя нас от них, мы по-другому, кроме как злостью, отделиться от... не можем. И вам злость нужна, но существует запрет на проявление агрессии у вас, внутренний запрет существует. Вы все равно эту агрессию, как мне кажется, проявляете. Вы все равно эту агрессию, как мне кажется, выражаете. Но вы делаете это, я бы сказал так, через противление себя. То есть, ну, то есть, пересиливаю себя. И не позволяю себе, по факту, эту агрессию ощущать. И мне кажется, что, вот каким я бы видел первый шаг, да, это позволить себе чувствовать все. Абсолютно все. Что угодно к людям, с которыми вы находитесь в отношениях, не важно, будь то мама или кто-то еще. Ну, вот, позволить себе чувствовать и выражать абсолютно все, что угодно. В отношениях их. Вот, ну, естественно, только форму подбирать соответствующие, чтобы, ну, чтобы было понятно. Что, ну, чтобы человеку было понятно, что происходит. Потому что, если вы будете говорить на непонятном человеку в языке, да, то, ну, ничего хорошего из этого не получится. Вот. А, и посмотреть, собственно, что будет дальше. Потому что, мне кажется, что, когда вы пишете, я знаю, что испытывало к человеку самое приятное из чувств. И было даже чувство привязанности, мне было хорошо только от мысли о том, что мы будем вместе. Он мне нравился всем, но кое-что мелочное меня рассудило. Здесь угадывается попытка слить с другим человеком. Вы, конечно, можете быть со мной не согласны. Но выглядит это так, выглядит так, что вы идеализируете человека, который находится рядом с вами. Вот. Такое у меня, у меня, по крайней мере, ощущение возникает. Вознику. Сейчас. Вот. Когда я читаю ваш текст. Вот. И, соответственно, у того, чтобы слиться с человеком, есть основания, ну, у вас. Или для вас. Как угодно. Вот. И, соответственно, вам нужно посмотреть на эти основания. Вам нужно, как мне кажется, поисследовать эти основания. Потому что, вероятно, вы испытываете общую такую тревожность. Вообще. И, я бы, я бы вот сказал, что это даже не столько, не столько тревожность, сколько, ну, тревожность тоже, но чувствоваться это может, как напряжение. Вот такое напряжение. Ну, ваше напряжение, собственно, внутреннее напряжение. Вот. Которое мотивирует вас искать, ну, способы расслабиться. Способы снять это напряжение и уход вы от другого человека может быть неплохим вариантом. Вот. Но, потом вы сталкиваетесь с тем, что начинает вам угрожать. То есть, чрезмерное слияние угрожает в целостности человека. Вот. И это, ну, как бы, ну, защитная реакция. Здесь, как раз, ну, защитная реакция. Здесь, как раз, злость, раздражение. Попытка выставить границы. Поэтому, мне кажется, что ничего ужасного в том, что вычислить, нет. Вот. Понятно, что, ну, как бы, основание для раздражения у вас, ну, как бы, есть тоже, вот, значит, ну, основание, именно, именно основание для раздражения есть тоже. Вот. И, на них, на эти основания посмотреть нужно отдельно и специально, потому что что-то из этого, вот. вам нужно и важно, что-то из этого вполне вероятно доставляет кучу-кучу хлопок. Поэтому, здесь не нужно спешить, не нужно торопиться, вот и спокойно все поисследовать, вот. Мне кажется, там было бы весьма здорово и весьма для вас полезно, опять же, как мне кажется. Дальше уже можно будет говорить про дальнейшее развитие, вот. А, ну, того, что. В прямом. В прямом. Того, что. то, вычисли, вычисли, и так далее. Вот так вот я хотел бы вам ответить. Вот так вот, я надеюсь помогу вам, надеюсь у вас, что вы видите какой-то отклик, ну то, что я сказал. Я вам желаю всего самого доброго, я желаю вам удачи. Вот, не уходите, так по-зимирам, постарайтесь не уходить, не уходить. В термине, терминологические, терминологические какие-то истории, потому что ничего хорошего от этого не получается. То есть, ну, как бы, терминологические, терминологические, уход в терминологию, к правилу, это механизм избегают. Поэтому, не нужно этого делать вам, если вы хотите разобраться в себе. Вот. На мой, по крайней мере, взгляд, не нужно. Так вы, конечно, вправе действовать, действовать так, как вам действовать хочется-хочется. Я надеюсь только на ваше желание меняться, желание становиться лучше, вот, и желание развиваться и открывать в себе что-то новое. Такой вот ответ. Желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен вам за отклик на мой ответ.